привет всем дорогие друзья сегодня я хочу поговорить и сделать обзор на очень интересный смартфон хотя и бюджетный на смартфон кубот радуга вашему вниманию представлены распаковки обзоры тесты товаров и все это на канале китай стал ближе ну что ж смартфончик у нас проработал неделю и давайте теперь узнаем что же в нем хорошего что же в нем плохого сначала поговорим об упаковке упакован он был так мягко сказать что плохо то есть была сама коробка и был конверт посылка и все в принципе ничем не было обмотан то что он хорошо дошел это чисто повезло зная нашу почту стандартная коробочка на коробочке указаны характеристики ну это куботовские коробки у меня первый кубот в такой же коробке был вот указаны характеристики смартфона и в принципе все что же внутри по комплектации не считая того что был дополнительный чехол и наклеенное стекло что конечно очень хорошо комплектация довольно таки скудная значит в комплект у нас входит бумаги то есть инструкции все остальное и входит зарядочка зарядочка 5 вольтовая на 1 амперчик вот такая вот зарядочка но заряжает довольно таки быстро потому что аккумулятор не такой уж большой 2 200 заряжает быстро в комплекте еще был чехол силиконовый и уже наклеена на него стекло его так не видно но есть она уже наклеенная стеклышко на него еще телефон был упакован вот такой вот транспортировочный чехольчик что естественно предупреждает его повреждения на это плюс продавцу огромный плюс все инструкции все инструкции на телефон на английском на русском к сожалению нету не знаю почему до сих пор не перевели все на английском инструкции но в принципе пользователи смартфона знаю что ничего сложного в использовании смартфона не бывает так что я думаю ничего страшного что все инструкции на английском ну что ж давайте продолжим теперь обозревать сам смартфончик что мы имеем телефон выглядит очень стильно особенно мне нравится задняя крышечка он не скользит в руках очень хорошо все сделано тоненький единственное что мне не нравится это довольно таки большие рамки по углам телефона что мы имеем на передней панели три сенсорные кнопочки без подсветки имеет двухмегапиксельную камеру с интерполяции до пяти мегапикселей динамик и еще есть индикатор вот видно не знаю будет вам видно нет он мигает наверное не видно вот здесь вот есть индикатор пропущенных вызовов пропущенных уведомлений что очень хорошо когда заглянул и можно увидеть что что-то не так сигнализирует об чем-то именно вот сейчас он сигнализирует о том что разряженный аккумулятор вот готовился готовился аккумулятор не зарядил ну вот так вот значит на задней крышечки на задней крышечки у нас есть технические отверстия под динамик надписи на модели марка телефона сайт сама надпись кубот потом камера камера у нас на 8 мегапикселей и вспышечка вот в принципе все что есть на задней панельки задняя панелька рифленая напоминает металл но это пластик а так очень симпатично на боковых кромках у нас с правой стороны имеется качелька громкости прибавления и убавления и кнопка выключения и блокировки смартфона сверху micro usb вход и джек три с половиной миллиметра в принципе вот так вот по внешнему виду все еще что хочу сказать вот это вот кромочка я вот никак не могу понять алюминий это или же все-таки пластик по звуку напоминает пластик не похоже это на алюминий но все равно выглядит довольно таки симпатично довольно таки хорошо симпатичный смартфон мне очень понравился вот так вот по внешнему виду теперь давайте заглянем под крышечку смартфона для этого мы его выключим под крышкой смартфона у нас имеется аккумулятор аккумулятор у нас на 2 200 как заявил продавец 2 200 миллиампер час но при полной разрядки и зарядки устройство показал только 2 111 может быть я что-то неправильно сделал но факт остается фактом что чуть меньше заявленный на аккумуляторе еще имеется два слота под сим-карты и один слот под карту памяти микросиде в принципе все что имеется под крышечкой еще крышечка зафиксирована десятью болтами все очень хорошо затянуто ничего не скрипит не люфтит на крышке очень много защелок что также позволяет ему уверенно себя чувствовать в руках никаких скрипов никаких люфтов все шикарно то есть по сборке телефона у меня нету никаких претензий к телефону собран он на отлично на все пять вес смартфончик и составляет 165 грамм ширина 71 миллиметр толщина 9 миллиметров толщина 9 миллиметров и длина 143 миллиметра в руке лежит хорошо удобно очень легкий разрешение экрана 1280 на 768 пикселей изготовлен по технологии IPS имеет хорошие углы обзора имеет очень хорошие углы обзора качественный смартфончик свет передается очень хорошо и дни еще одним плюсом смартфона является даже то что при сильном нажатии на дисплей отсутствует размыты продавец заявляет что экран защищен еще дополнительным защитным стеклом что вот и препятствует появлению этой размытости на смартфоне установлен android 6 0 установлена внутренней памяти 16 гигабайт гигабайт но пользователю доступно доступно 11 7 примерно гигабайт остальное занимает у нас сама операционная система android азу всего гигабайт вот побольше в оперативной памяти вот был бы вообще классный смартфон но к сожалению к сожалению только один гигабайт было бы больше было бы намного интереснее что еще можно сказать о смартфоне информации по телефону значит камера 13 с половиной мегапикселей 13 3 мегапикселя хотя камера здесь 8 мегапиксельной интерполяции до 13 память до доступна 11 7 процессор тактовая частота 1300 мегагерц 4 ядра мтк 6580 процессор написаны что еще дисплей 5 мегапикселей фронтальная камера там 2 мегапикселя 2 мегапикселя с интерполяции до 5 мегапикселей очень хорошо работают динамики очень хорошо работают динамики то есть и собеседника отлично слышно и собеседник вас отлично слышит antutu у нас выдает 24 тысячи шестьсот тридцать пять баллов 5 касаний тачскрин выдает автофокус работает быстро качество снимков мне кажется довольно таки хорошие как и на моем тонку будет так и на этом дальше по камере все хорошо производительность хорошая единственно не хватает оперативной памяти но такой был коротенький обзорчик кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал рассказывайте что сделалось не так когда вы с обзорами я еще новичок но стараться буду исправляться будут приходить телефон и сейчас идут еще три телефона так что будем пробовать делать обзоры буду рассказывать вам всем спасибо оставайтесь со мной подписывайтесь на канал всем удачи пока и подписывайтесь на канал всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok